Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о декоративном, полезном, лекарственном огороде. На мой взгляд, самым полезным и приятным растением в огороде является самая обычная петрушка. Это растение универсальное. Его можно есть, его можно заготавливать про запас сушить, его можно заваривать в качестве чая, такое своеобразного, использовать как приправу для птицы, как приправу для грибных, для рыбных блюд. Это универсальная пряность, и поэтому сеять ее должны все, на мой взгляд. В чем же польза с петрушки? Наверняка все знают, что она содержит огромное количество витамина С, огромное количество каротина. Соответственно, это очень хороший антиоксидант, и это растение, которое рекомендуется всем тем, у кого есть проблемы со зрением. Любое снижение зрения, вызванное либо перенапряжением, либо влиянием каких-то хронических заболеваний, чаще всего это сахарный диабет, хорошим поддерживающим средством для наших глаз будет употребление обычной петрушки, как в качестве приправы, так и в качестве различных отваров и соков. Лучше всего использовать петрушку именно в виде соков. Кроме того, что она улучшает состояние наших зрительных нервов, петрушка очень хорошо действует на желудочно-кишечный тракт, она снижает метеоризм, она способствует увеличению желчевыделения, кроме того, она способна снижать воспаление мочевыводящих путей. И не зелень петрушки, а ее семена чаще всего используются в составе сборов, которые применяют при обострении мочекаменной болезни. То есть отвар семян петрушки, он способен частично растворять камни в почках. Второе растение, которое отличается прекрасным запахом, прекрасным ароматом и хорошими лекарственными свойствами, это кориандр. Многие не любят кориандр в виде зелени, так называемой кинзы. Кому-то кажется, что это растение пахнет клопами. Но действительно, название кориандр, оно получило свое название именно от слова клоп. Корис по-гречески и означает клоп. То есть кориандр – это растение запахом клопов. Но если отбросить вот этот запах клопов у свежей зелени, то она обладает прекрасными свойствами. Она содержит большое количество витаминов, точно так же, как и петрушка. Также она содержит в большом количестве эфирные масла, в том числе схожие с маслами цитрусовых культур. И применение в пищу кориандра способно, именно в виде зелени, способно снизить симптомы авитаминоза, улучшить состояние зрения, улучшить желчевыделение. И кроме того, оно является хорошим жаропонижающим средством и помогает легче переносить жару. То есть применение кинзы в качестве приправы оправдано именно в жарком климате. Там оно действует наиболее оптимально. Семена кориандра имеют гораздо более приятный запах, по крайней мере, более привычный для многих из нас. И они чаще всего используются как приправа, пряность, для мясных блюд, для хлеба. Бородинский хлеб своему аромату обязан именно семенам кориандра. Семена кориандра имеют несколько иное лекарственное значение. Они усиливают желчевыделение очень сильно. Также они повышают несколько кислотность желудка. И при этом семена кориандра уменьшают проявление метеоризма и вздутия желудка. Поэтому традиционное его использование в качестве приправы к жирным мясным блюдам оправдано, поскольку улучшает переваривание такой пищи. И также оно оправдано в качестве приправы для черного хлеба ржаного, который очень часто у людей с чувствительным желудком вызывает метеоризм. Еще одна прекрасная ароматическая трава из семейства зонтичной, которая выращивается очень часто на наших огородах, это укроп. Это растение, кроме того, что отличается прекрасным нежным ароматом, который у нас ассоциируется всегда с летом, с соленым огурчиком малосольным, оно отличается хорошими свойствами. Укроп в виде зелени улучшает аппетит, помогает перевариванию пищи, поскольку содержит вещества, улучшающие желчоотделение. Кроме того, он улучшает состояние мочевыводящих путей, то есть снижается раздраженность в случае инфекционных заболеваний каких-то почек. Семена укропа отличаются более выраженными свойствами, в отличие от травы, содержат большее количество эфирных масел. Ну и кроме того, они лучше хранятся. Их можно использовать как в качестве приправы для мясных блюд, для грибных блюд, поскольку они очень хорошо способствуют пищеварению, как желчегонное средство, как средство, снижающее вздутие желудка, метеоризм. И кроме того, это хорошее аппетитное средство. Реже выращивается очень хорошее и интересное растение, фенхель. В принципе, лекарственные свойства фенхеля очень схожи с такими свойствами и петрушки, и кориандра, и укропа. То есть он является желчегонным средством, он улучшает переваривание пищи, также он повышает аппетит, витаминное средство хорошее. Но кроме того, это средство обладает небольшим слабительным эффектом. Также можно применять семена фенхеля. Многие мамы наверняка сталкивались с фенхелем в виде чаев для маленьких детей. Он чаще всего называется укропное семя, либо лекарственный укроп. На самом деле это никакой не укроп, это фенхель. Семена его даже не очень-то похожи на семена укропа, и они отличаются анисовым ароматом таким. Это очень мягкое и приятное средство, которое помогает улучшить состояние переваривания пищи у маленьких детей, уменьшает у них колики желудочно-кишечные. Кроме того, семена фенхеля, чай из них способен усиливать у женщин выделение грудного молока. Еще, на мой взгляд, очень полезным и хорошим растением в огороде является фасоль. Кроме того, что мы выращиваем фасоль в качестве зерновой культуры, в качестве овощной культуры мы выращиваем спаржевую фасоль, у нее есть неизаменимые совершенно свойства, которые используются при лечении сахарного диабета. Для лечения сахарного диабета используются створки, плодов, фасоли. Чаще всего используются створки, которые не имеют пятен, не имеют красноватой окраски. То есть это сорта либо с белым зерном, либо со светло-желтым. Иногда бывает бежевое зерно. У них створка светло-желтого цвета в вызревшем состоянии. Кроме того, что собирается зерно, собираются сами сухие створки. Эти створки хорошо высушивают, так, чтобы на них не было ни повреждений болезнями, ни каких-то повреждений вредителями. В сухом виде их хранят до года, лекарственное сырье именно в виде створок. И заваривают чай, который пьют курсами. Пьется чай на протяжении двух месяцев из створок фасоли. Он помогает снижать содержание сахара в крови, также нормализует выработку собственного инсулина у больных с сахарным диабетом. Также очень полезным и сильнодействующим лекарственным действием обладает кукуруза. Все мы привыкли использовать початки кукурузы. Но вообще первоначально кукурузу выращивали, по крайней мере в Европе, не столько для зерна, сколько для получения столбиков кукурузы. Столбики кукурузы – это так называемые волосы, которые торчат из початков. Собирают их в момент сразу после цветения, когда сам початок находится в стадии молочной спелости. То есть семена уже завязались, но они еще совсем-совсем мягкие. В этот момент столбики кукурузы и рыльца имеют такую бежевую или светло-розовую окраску. Вот в этот момент их собирают, их просто обрывают и высушивают. Тонким слоем их раскладывают в затененном теплом месте, где хорошая вентиляция. Потому что сами по себе эти столбики, они очень сырые и содержат большое количество влаги. Чтобы они не запрели, их нужно хорошо вентилировать. Это средство полезно всем желающим похудеть, а также всем, у кого есть проблемы с печенью. Нежелательно его использовать людям, у которых в диагнозе стоит варикоз и тромбофлебит. В качестве лекарственного растения можно использовать подсолнух. Это растение не только красиво, но и отличается очень хорошими свойствами для всех людей, которые страдают заболеваниями печени. Особенно полезно есть недозрелые семена подсолнуха. В стадии, когда краевые цветки у него уже начали подсыхать, но семенная оболочка еще такая мягковатая. Когда семечка сама в восковой спелости. Если вы съедаете в день горсть семян недозревших подсолнуха на протяжении недели, то состояние печени очень серьезно улучшается. И это проверено действительно. Улучшаются все печеночные ферменты, которые у вас измеряются при биохимическом анализе крови. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть проблемы с печенью, с перевариванием пищи, раз в год, просто в момент созревания подсолнуха, проходить такой курс лечения домашний. Какие еще растения могут помочь нам в сохранении нашего здоровья? Прежде всего, это различные виды капусты. Кому полезна капуста? Разные виды капусты. Они отличаются содержанием белка, содержанием волокон пищевых. Но в целом все виды капусты отличаются высоким содержанием так называемого витамина У. Это противоязвенный фактор. Тем, у кого нет в данный момент открытой формы язвы, всем рекомендуется употреблять в пищу как сырую капусту, так тушеную, квашеную капусту, так и сок из капусты. Особенно белокочанная капуста хорошо подходит для этих целей, для получения сока. В качестве профилактики пьется сок из капустных листьев в количестве 2 чайные ложки ежедневно на протяжении 2 недель. Это помогает улучшить состояние нашего кишечника. Очень полезная капуста брокколи. Она улучшает состояние сосудов и содержит вещества, которые уменьшают проявление атеросклероза. Цветная капуста отличается более нежным вкусом, но содержание полезных веществ ниже, чем в листовых видах капусты и в капусте брокколи. Также очень ценным и полезным лекарственным огородным растением является редька. Причем все ее виды являются лекарственными. Естественно, как любое лекарственное растение, она может иметь противопоказания. Но прежде всего, наверняка многие с детства помнят такое средство, как черная редька с медом. Это было любимое развлечение наших бабушек, которые проделывали отверстие в черной редьке, ставили ее над стаканчиком и клали туда 2 ложечки меда. К утру из редьки прокапывал в стакан сок. И этот довольно неприятно пахнущий, но при этом достаточно сладкий сок мы пили. Это средство очень хорошо помогало от сильного бронхита и снимало такой тяжелый, такой лающий кашель. Действительно, сок редьки черной – это очень мощное средство именно при простудных заболеваниях. Но если использовать просто редьку в качестве пищевого продукта, не делать из нее сок с медом, то это тоже достаточно полезное средство. Кроме того, что в ней содержится большое количество витамина С, в ней также содержится витамин У, как и в капусте. И она уменьшает повреждение желудочно-кишечного тракта, то есть уменьшает вероятность возникновения язвы. Но если у вас уже есть язва желудка и она в острой стадии, то, конечно, такие средства применять не стоит. Надо дождаться ремиссии. Кроме того, редька является очень сильным желчегонным средством. То есть если у вас гастрит с пониженной кислотностью, если у вас есть проблемы с перевариванием пищи, то редька может помочь в улучшении вашего пищеварения. Более мягким действием обладает такая редька, которая у нас известна под названием дайкон. Это сорта редьки, выведенные в Японии, в Китае. Они отличаются более мягким вкусом и меньшим содержанием эфирных масел. Но в принципе они обладают практически той же ценностью лекарственной, как и черная редька. Самым легким вариантом редьки является редис. Его также можно применять как витаминное средство. Причем даже содержание витаминов больше у редиса в ботве, чем в самом корнеплоде. А также редис очень хорошо способствует выделению желчи. И соответственно он улучшает пищеварение. Я надеюсь, что вам будут полезны эти сведения. Вы начнете выращивать некоторые новые для себя растения с пользой для себя и для собственного здоровья. С вами была Анастасия Гулис. Я буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях. До новых встреч на канале Процветок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok